Я рада вас приветствовать в эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» поделятся самыми свежими новостями, произошедшими в нашем регионе. Смотрите в этом выпуске. Пожары на рязанских полях. Сотрудники регионального МЧС борются с палом сухой травы. Рязанские КВНщики вырвались на международную арену. Выступление команды, состоявшейся в Минске, можно будет увидеть в эфире. Экстрим на крышах. Рязанская молодежь рискует жизнью ради новых лайков в сети. Реальная помощь ветеранам. Узнаем из первых уст, как рязанская молодежь заботится о тех, кому это необходимо. С приходом весны на полях Рязанской области вновь горит трава. Теплая ветреная погода способствует быстрому распространению огня. Чаще всего пало сухой травы в Рязани происходит в поселке Борки. Во вторник этот район вместе с журналистами посетил начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. Подробнее в материале Алены Куколевой. Для недопущения палов травы используют нестандартные методы профилактической работы. Так, пожарный расчет с работающими сиренами проехал по улицам поселка Борки. По громкоговорящей связи жители предупредили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, осторожного обращения с огнем, а также о действиях в случае возникновения пожара. Наступил пожароопасный сезон. С этой целью проведена подготовка сил и средств территориальных и функциональных подсистем на территории Рязанской области. Начальник МЧС подчеркнул, что в 2016 году на территории региона уже зарегистрированы случаи возгорания сухой травы. Основные причины загорания – разжигание костров без соблюдения правил безопасности, детская шалость, выброшенная тлеющая спичка или сигаретный окурок – все это является неосторожным обращением с огнем. Ужесточились требования у нас с 2015 года и постановлением правительства Российской Федерации введен полный запрет на сжигание стерни, палов, сухой травы. Напомним, за поджигание травы предусмотрена административная ответственность. В прошлом году в Рязанской области за подобные правонарушения оштрафованы 120 лиц. Очередной перформанс от рязанских подростков. Теперь в интернете появилось видео, на котором молодые люди гуляют по краю крыши дома. Случай произошел в Новомичуринске и местные полицейские уже ищут этих экстремалов. Подобная тенденция проявления индивидуальности, которая наблюдается в подростковой среде, не на шутку беспокоит общественность. Ведь нередки случаи, когда такие экстремальные вылазки заканчиваются трагически. Селфи на краю крыши или железнодорожного моста. Сделать опасную фотографию в недоступном для обычного человека месте, разместить на странице в социальной сети, набрать большое количество лайков и завоевать признание сверстников. Погоня подростков за экстремальными фото и видео набирает обороты, в том числе в Рязанской области. И все чаще становится причиной для беспокойства, в том числе правоохранительных органов. Видео, на котором запечатлена опасная прогулка подростков по крыше многоэтажного дома, появилось на видеохостинге YouTube в субботу, 2 апреля. Молодые люди гуляют по кромке крыши, садятся на ее край, свешивают ноги и снимают все это на видеокамеру. Уже удалось выяснить, что действия происходят в городе Новомичуринске на проспекте Смирнягина, на крыше дома номер 23. И хотя герои стараются закрывать лица, идентифицировать их уже удалось. Поисками смельчаков занимались полицейские с ребятами и их родителями. Теперь проведут разъяснительные беседы. В Рязани такие случаи редкости. В основном люди узнают о них из интернета. В прошлом году в сеть облетели фотографии подростков, игравших в футбол на крыше. Тогда полицейские установили всех ребят, сообщили их родителям о случившемся и привели с ними профилактические беседы. И с детьми, и с родителями. Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео подростков на крыше. Полицейские установят личности любителей куража и обязательно сообщат об этом их родителям. Подростков и родителей также ожидают визит в полицию. Стоит отметить, что в вопросах профилактики этих опасных поступков, помимо педагогов и родителей, участвуют и полицейские. Стражи порядка проводят встречи с ребятами. И интересные, ориентированные на молодежь акции. К примеру, безопасные селфи. Эта видеосъемка, к счастью, закончилась без происшествий. Между тем, нередки несчастные случаи, к которым ведет охота за удачным кадром. Еще не забыта история рыбновского выпускника, сорвавшегося с железнодорожного моста. Для подростков важны две вещи. Это так как свобода и еще то, чтобы их признавали. Признавали другие люди. Родители в том числе, другие подростки. И когда они собираются на высокие здания, делают какие-то опасные вещи, фотографируются, это дает им такую некую гарантию, что другие люди, подростки в том числе, другие их друзья, оценят их. Скажут, что они действительно молодцы, крутые. И это поднимает их какую-то самооценность, их самооценку. Есть ли на настоящий момент причина, повод бить тревогу и возводить в рамках проблемы вот эту тягу к селфи на высоте? Ну, это действительно очень опасная вещь. На одной стороне, если просто залезть на крышу, сфотографироваться, сфотографироваться при закате, при рассвете, в этом, в общем, нет ничего страшного. Но когда люди забираются на высокие здания, например, висят на каких-то перилах, это действительно может быть очень опасно. Так как были случаи действительно смертельные, с летальным исходом, когда люди разбивались из-за того, чтобы сделать просто красивый фото. Проблемы открытого доступа к крышам действительно существуют в Рязани. За этим вопросом должны следить управляющие организации. В правилах по эксплуатации жилого фонда четко обозначено, что следить за закрытием подвальных помещений, технических этажей и чердаков должны управляющие компании. Почему-то о ветеранах Великой Отечественной войны, их нуждах и проблемах принято вспоминать в дни майских праздников. Согласитесь, такое кратковременное внимание, наверное, нельзя назвать искренним. Участники волонтерского движения «Огонь живых сердец» на протяжении всего года не просто помогают ветеранам, но и дарят им частичку себя. Об этом подробнее расскажет Ирина Ковалева. Клавдия Иванова, ветеран Великой Отечественной войны, разменяла уже девятый десяток. Детей у нее нет, муж недавно умер, а здоровье не позволяет выходить за пределы квартиры. Если бы не помощь ребят волонтерского движения «Огонь живых сердец», некому было бы покупать ей продукты и лекарства, готовить еду, убирать квартиру. Что скажут, то все сделают. Все сделают. Прямо, я не знаю. Есть такой вот Леша. Он все делает. Он все. Тут чистоту. И окна был. И балкон был. И все, 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 все. Удивительно, что в квартире Клавдии Ивановны мы увидели только мальчишек. Помимо мужской работы, починить кран, повесить полку, отремонтировать сломанный стул, они и готовят, и убирают, и самое главное, дарят ветеранам внимание, заботу и общение. Я осознаю, что эти люди, у них помочь некому. Если не будет таких людей, как мы, то кто еще там? Общаясь с ветеранами, людьми, которые пережили столько решений в своей молодости, понимая, что ты можешь гораздо больше сейчас в таких условиях, гораздо более легких, можешь больше добиться, можешь совершить какие-то свои личные победы. Конечно, без женской руки их руководителя, Юлии Гавердовской, ребята не обошлись бы. Она и сама принимает самое активное участие в деятельности отряда и координирует работу ребят, направляя советом и вдохновляя примером. Ребята делают все на самом деле. То есть, от необходимой помощи по дому, купить продукты, что-то приготовить, убрать, до получения медалей. Нам доверяют такие важные моменты жизненные. И люди, к которым мы ходим, они как родные нам, потому что они нас домой пускают, мы их с праздниками поздравляем, они не боятся нас пускать, несмотря на то, что много мошенников, много обманывают. Но за много лет, получается уже седьмой год, мы уже с ними подружились и они нас считают своими. Волонтерское движение «Огонь живых сердец» было организовано в Рязанском дворце молодежи около семи лет назад, в апреле 2009 года. Инициатором создания этого движения стал Николай Плетнев, ну а возглавила его Юлия Гавердовская. Сегодня в составе отряда порядка 20 волонтеров. В основном это студенты Рязанского медицинского университета. Два-три раза в неделю они навещают ветеранов, которых на сегодняшний день осталось всего лишь 16 человек. Каждый год кто-то из них уходит из жизни. И своей задачей эти ребята видят не просто помощь, но и простое человеческое участие в жизни тех, кто рисковал своей жизнью ради нашего будущего. Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в серии краж. Преступления были совершены в гаражах, которые расположены сразу в нескольких районах области. В полицию поступила информация, что два рязанца могут быть причастны к кражам в городе Сасово и рабочем поселке Шилово. В ходе проверки полицейские установили, что от 39-летнего рязанца и его 37-летнего приятеля неоднократно на продажу поступали электроинструменты и автозапчасти. Часть продаваемого приятелями оборудования была похожа на предметы из списка имущества похищенного из пострадавших от краж Сасовских и Шиловских гаражей. Ранее эти же товарищи привлекались к уголовной ответственности за хищение и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поэтому, безусловно, имели криминальный опыт. Все, что есть ценное в гараже. Ну, как правило, то, что легко сбыть колеса на машины, плюс бытовая техника, мотокультиваторы, садовый инструмент, ну, все, что угодно, все, что не помещается в квартире ценного, мы храним где? В гараже. Поэтому, чем поживиться им было. В ходе оперативных действий полицейским удалось задержать злоумышленников с поличным при попытке похитить автомобильные колеса из гаража в окрестностях Рязани. Позже выяснилось, что задержанные рязанцы причастны к десятку аналогичных краж, совершенных в Вырыбновском и Рязанском районах. Часть похищенных из гаража инструментов автозапчастей и оборудования у воришек изъяли. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Клуб веселых и находчивых, пожалуй, является самой популярной массовой игрой не только в нашей стране, но и за рубежом. И как же приятно слышать, что команда из родного города участвует в Международной лиге КВН. Участницей Минской Международной лиги стала Рязанская команда «Центральный парк». Подробнее в материале Романа Дворецкого. В команде играют опытные тертые КВНщики, за плечами у которых несколько десятков игр. У команды есть свой стиль, который выделяет их на фоне других. Я думаю, что название говорит само за себя. «Центральный парк ультру и отдыха», ну или «Центральный парк», как угодно. Мы представляем парк, парки России, парки мира, не знаю, как угодно можно называть. И показываем на сцене, что может происходить в парке, какие там люди ходят, живут, обитают, работают, ругаются. Павел, что у вас сегодня? Пантомима. Удивил. Правительство России получило новый список санкций. В команде из Рязгому играют бывшие участники различных рязанских и областных команд, таких как сборная Рязгому, Маша и Медведя, спортивная сборная из города Луховицы. В этом году после сочинского фестиваля команда укрепила свои ряды. Добавилось еще несколько участников, и она стала сильнее, чем прежде. Еще в Сочи начался разговор об объединении, и как-то уже, когда сюда приехали после Сочи, решили все-таки это сделать и работать вместе. Ну, вот так вот в плане работы, как все устраивает? Ну, сейчас стало удобнее работать, потому что в команде сборной Рязгому народу было, считай, в два раза меньше, и поэтому даже писаться работать было тяжелее. То есть на каждого в два раза больше нагрузки было. А сейчас нагрузка распределяется по всем, и хотя бы легче и проще работать, и тем более несколько голов больше, ну, намного лучше. По словам участников, в Минске они выступили достойно. Сам факт участия в такой серьезной лиге стал неожиданностью для ребят, и поэтому времени на подготовку было в обрез. За то время подготовки, которое нам было отведено, если всем командам из этой лиги было отведено два месяца на подготовку, нам на подготовку выделили семь дней, даже шесть. Ну, да. Вот. А конкурсов было пять. То есть за шесть дней пять конкурсов надо сделать. Пусть команда и существует только два года, но за это время ребята успели добиться значительных успехов, и участие в Международной лиге тому доказательство. Огромное количество игр в различных городах страны ребятам еще предстоит отыграть. Команда «Центральный парк» настроена серьезно, и надеемся, что в скором времени они попадут уже в высшую лигу КВН. И в завершении немного о погоде. Теперь можно уже смело сказать, что весна взяла образды правления в свои руки. По крайней мере, так обещают синоптики. В эти выходные в регион придет сильное потепление. Специалисты прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 20 градусов. Подробнее в материале Натальи Новиковой. Вериться в это, конечно, с трудом, но все говорит о том, что ура, весну дождались. Казалось бы, обманчивое апрельское солнце решило вовсю оправдать самые смелые надежды жителей нашего региона. Весна пришла, и сделала она в этом году рано и внезапно. Уже сегодня днем столбики термометров поднялись до 10 градусной отметки. Дальше больше, уверяют синоптики. В четверг, 7 апреля, ночью ожидается без осадков. Минимальная температура воздуха – минус 2, плюс 3 градуса. А днем через Центральный федеральный округ с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт. Поэтому во второй половине дня в зоне этого фронта на территории Рязанской области ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха поднимется до 10-15 градусов со знаком «плюс». Ночью 8 апреля также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла. Днем уже без осадков и 12-17. А самое веселье начнется в выходные. Апрель решит, что он май. Температура поднимется до аномальных значений. И если ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, то днем можно смело менять гардероб на летний. Градусники покажут плюс 15-20, что выше климатической нормы на 9-10 градусов. По предварительным данным синоптиков, очень теплая погода сохранится и в начале новой недели. И вообще, весна обещает быть теплой и солнечной. Надеемся, что тепло наступит для каждого из рязанцев. И весна принесет всем вам хорошие эмоции. На этом у меня все новости, которыми мы хотели поделиться. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Благодарим вас за внимание. До встречи в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok